Привет всем игроманам и любителям компьютерных игр. С вами крупный игровой портал Game Awards. И в сегодняшнем видео мы рассмотрим самую суперовую экшен игру Call of Duty Black Ops 3. Наконец, выход долгожданной игры Call of Duty Black Ops 3 знаменовал для любителей экшен-шутеров возможность окунуться в мир боевых сражений будущего. Уважаемый геймер, закинь Counter-Strike на полку и вставь новый диск с Call of Duty Black Ops 3. Точно офигеешь от динамики игры и скучать не придется. Но прежде чем мы рассмотрим саму игру, хочу рассказать о железе, на котором идет игра. Естественно на самых минимальных параметрах. А то вдруг игра куплена, а на оперативку денег не хватило. Итак, операционная система естественно Windows 7, 8 и новая десятка. Кому что нравится. Процессор не ниже Intel Core i3 на 2,9 ГГц. Оперативной памяти 6 ГБ. У кого еще осталось 4 ГБ от старого компа, то точно проходим мимо. Видеокарта потребуется с обработкой данных не ниже 1 ГБ. Игра рассчитана для игровых платформ ПК, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 и Xbox One. Call of Duty Black Ops 3 насыщена интересными событиями и деталями, которые отлично заметны даже при самом низком разрешении. Игра не похожа на предыдущие части. Здесь все динамичней и намного современней. Но это и понятно, ведь события сюжета происходят в 2065 году, когда грань между человеком и машиной почти стерлась. А особенности военной тактики определяют технологии. В играх серии Call of Duty всегда были зрелищные одиночные кампании со сценами эпического размаха. Но редко когда их сюжет был глубоким и продуманным. Здесь все иначе. Итак, в новой Black Ops 3 весь сюжет построен на продолжительной войне будущего, в которой принимают участие кибернетически усовершенствованные солдаты. Руки, ноги железные, полголовы в металле, ну все как мы мечтаем, еще со времен фантастического выхода Терминатора или Робокопа на игровую приставку Sega Mega Drive 16 бит. Кто не помнит с пеленок такой гаджет, гугл в помощь. События игры Call of Duty Black Ops 3 разворачиваются после холодной войны, описанной в Call of Duty. Будущее становится все опаснее и негативнее. Везде ведутся боевые действия и, конечно, чтобы закончить войну, нужны подготовленные бойцы. Тут-то и кроется вся суть новой игры. Сюжет кампании можно проходить совместно, объединяясь с друзьями в отряды, в которых может быть до четырех участников. Все как и в предыдущей версии. Мочилово можно устроить не по-детски. Примерно это выглядит так. Одного члена команды в Counter-Strike рубим на мясо и запускаемся в бой вчетвером в Black Ops 3. Персонажи в игре. Кто они? Двухногие и двухрукие. Человекообразные кибербойцы элитного подразделения. В игре существует 9 классов персонажей. Выбрав себе любимого, можно его прокачать и усовершенствовать до любого уровня. Кстати, для прекрасной половины человечества можно выбрать и персонажа женского пола. Его внешность заметно выделяется наличием длинных волос и выпуклостей в районе груди. Но здесь вас ждет большое разочарование. Прокачать персонажу сиськи до пятого размера и сделать ноги от ушей не выйдет. Боевые киберсолдаты в игре делятся на классы. От этого и зависят их боевые приемы, умения, оружие. К примеру, бойцы класса Райан умеют подпрыгивать в воздух и обрушиваться на противника сверху, нанося смертельные удары. Классу бойцов Сераф доступны крупнокалиберные револьверы, которыми разносишь тело противника и от нанесенных повреждений шансов выжить практически нет. Бойцу класса Аутрайдер доступен блочный лук. Очень странное оружие для 21 века. Наверное, он сбежал с последних Олимпийских игр, прихватив с собой колчан стрел и лук. Класс бойца Риппер – это киберроботы, способные использовать пулеметы. Конечно, круто воевать с металлическим скелетом внутри, да еще и с зажатой одной кнопкой. Отстрочил ленту пулемета и все лежат. Кстати, в игре вообще все не по-детски в плане передвижения игроков. Нарушая закон земного притяжения, который открыл Ньютон, получив яблоком по голове, солдаты в Call of Duty Black Ops 3 могут бегать по стенам. Вот он, мир будущего. Если кто встал на твоем пути, пробегись по стене справа. Требуем паркур в каждый дом. Также в игре новые бойцы могут плавать, что очень радует, так как появились миссии на воде, а сражения теперь можно проводить и под водой. На мой взгляд, это очень круто и вполне захватывающе. Так что в бой, Эхтиандры! Интересная функция и полет на реактивном ранце. Новая технология позволяет летать на дальние расстояния и вести разведку с высоты. Классное будущее. Не то, что сейчас полжизни копеешь на велосипед, покупаешь машину, а мечтаешь о самолете. Реактивный ранец – вот что нужно современному человеку. Пару десятков минут и привет, боганы! Какая же война без нового оружия. Конечно, здесь нет мотыги и каменного топора. А вот из интересного, то абсолютно новые штурмовые винтовки, автоматы, пистолеты с различными видами прицелов. В Black Ops 3 появилась совершенно новая функция тюнинга оружия, которая позволяет изменять и модифицировать вооружение, делая его еще более индивидуальным, чем раньше. Теперь на своей любимой винтовке можно нарисовать голую бабу и при каждом выстреле говорить «Ай, моя дорогая, как мы метко стреляем!» Или «Не метко!» Тут уж профессиональные навыки каждого игрока сами покажут, кто в игре Петька-снайпер, а кто Джонни-миллиметрон. Также есть и новая функция «Изменить камуфляж». Эта функция дает возможность добавлять разные по своим модификациям камуфляжи, в дополнении к которым идут собственные раскраски. Так что любители поносовых цветов смогут измазать себя привычными для них цветами и создать себе неповторимый образ кустарного снайпера или песчаного человека. И более того, на фоне здания сделать морду кирпичом для более сказочного маскировочного эффекта. Кстати, у кого морда кирпичом по жизни, в Call of Duty Black Ops 3 играть не обязательно. А вот и злопастные мертвецы. Хромающие, скрюченные уроды, с плещью на голове, грязными порванными рукавами, гнилыми зубами, кривыми обгрызанными ногтями, вечно текущие слюни и перекошенные морды. Ну ладно, хватит смотреть в зеркало, поговорим лучше о режиме зомби-апокалипсис в Call of Duty Black Ops 3. Живые мертвецы доступны только в дополнении, что приводит к апокалиптическому шоку, любителям пострелять в скрюченных уродов. Но ничего с этим не поделать, за психический шок нужно платить деньги. Новые уроды порадовали своей впечатляющей правдоподобностью, и их ну просто очень много. Все они достаточно разные и достаточно страшные. Используя разное оружие и способности игрока, зомби можно убить множеством всевозможных способов. У них отрываются руки, ноги, отлетает голова, отваливается всякая дрянь от кожи и вываливаются гнилые внутренности. Так что скучать не придется. Ну что, дорогой геймер, хватит мечтать о своих кровожадных убийствах. Лучше купи игру и отрывайся на полную. Ну и немного умной информации. Тема которой будет переключение между режимами. Готовы? Игра Call of Duty Black Ops 3 является первой игрой, которая объединила все режимы прохождения в одном лице. Функции из многопользовательских режимов интегрированы в компанию, с кооперативной игрой, а также в зомби с режимом. С новой прогрессивной XP системой многие функции игры в компании и мультиплеере будут отличаться. А режим зомби с к тому же будет отличаться своей собственной сюжетной линией. Call of Duty Black Ops 3 без преувеличения имеет три игры в одной. Так что, уважаемые игроки, вы легко можете переключаться между всеми режимами буквально на лету. К примеру, если вы играете в мультиплеер с группой друзей и хотите поиграть в кооперативную компанию, вы можете переключиться на персонажа непосредственно в режиме компании. Или если вы захотите сыграть в зомби с той же группой друзей, вы без проблем сможете это сделать. В игре нет нарушений режимов, как в предыдущей части Black Ops 2. Здесь они все объединены в один и делают прохождение еще более приятным. Так что, уважаемые профессионалы-геймеры и любители игр Call of Duty, играйте, добивайтесь высоких результатов и мочите зомби. Надеюсь, вам было интересно. Если это действительно так, то ставьте лайки, пишите отзывы, а главное, не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok